Следователи рассказали и о движении по другим резонансным делам, в которых были затронуты интересы здоровья или жизни несовершеннолетних. На фоне последних событий и разговор о проблемах в канун главного детского праздника в стране не кажется странным. На нем побывала и моя коллега Анастасия Дороган. Настя, привет. Но много ли все-таки дел заслуживает внимания правоохранителей? Андрей, привет. К сожалению, таких случаев немало, но в рамках беседы говорили лишь о самых громких. И начали с батутов. Владелец того самого аттракциона задержан, а предприниматель обвиняет в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло причинение вреда здоровью. Жертвами взлетевшего 30 мая батута стали две девочки 3 и 4 лет. Они в больнице с тяжелыми травмами. Следователи проводят экспертизу о состоянии аттракциона, запрашивают данные о порывах ветра в тот день. В отношении контролирующих органов возбуждено дело по статье «Халатность». Проверяют действия Ростехнадзора. Этот вид развлечений должны курировать их специалисты. Следователи давно обращали внимание на проблемы вокруг такого бизнеса. Чтобы люди, которые запускают детей, проходили определенное обучение, соответственно, имели представление об использовании хотя бы этих батутов. Действиям контролера тоже дадут правовую оценку. Еще одна свежая история – издевательство девочек-подростков над школьницей. Самая старшая под стражей. Она рассказывает про раскаяние. Хотя бы признает? Ну, признает, да. Она не отрицает? Она абсолютно спокойна. Если в целом семьи брать, фигурантов всех, кто проходит, среднестатистически рабочие служащие. То есть там нету, вот писали там в погонах кто-то там без погон. Рабочие там медсестры, сварщики, ну, как бы общие такие. Причем семьи на учете не состояли. Эффективно ли сработали органы профилактики в этом плане, тоже разберутся следователи. К счастью, не все дела затрагивали жизнь и здоровье. Актуален и квартирный вопрос уже выросших детей-сирот, из-за чего за ситуацией следят следком из страны. В Алтайском СОСКе рассказали, что предоставлять квартиры старались только в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. Рынок жилья живой, но его мощности не хватает. А расширить варианты за счет вторичек вряд ли возможно. Чтобы продать владельцу квартиры квартиру, ну, РЖУ, нужно пойти зарегистрироваться на электронной площадке, РТС, там, тендер, да, получить цифровую подпись. Я не думаю, что вот из нас кто-то побежит это делать. Проще же Авито выставить и продать. Плюс квадратные метры сложно тоже подобрать. Бывают такие моменты. Плюс вот эта неэффективность, которая, ну, можно было выехать в районы края. Сдвинуть с мертвой точки положение сирот должны сертификаты на жилье. И в этом следователи видят свою заслугу. И это были главные темы, о многих обстоятельно поговорить просто не успели. Например, о проблеме бродячих собак и нападениях на детей. О цифровой безопасности, когда преступления совершают через интернет. А ведь там целый список вариантов. От наркотиков до половой неприкосновенности. Кажется, что за последние годы число преступлений в отношении несовершеннолетних выросло. Однако, если не брать несчастные, то есть непредсказуемые случаи, психологи говорят, просто с интернетом мы стали видеть эти ситуации. Так исследователи еще 10-15 лет назад ждали волну конфликтов. Чем дальше, тем больше сложностей в коммуникациях, так как общего почти нет. Каждый учит своего ребенка так, как он хочет. Если раньше дети учились в песочнице взаимодействовать друг с другом, решать какие-то мелкие проблемы, то сегодня этого взаимодействия все меньше и меньше. И поэтому опыта решения конфликтов, преодоления этих конфликтов у них тоже меньше. Поэтому мы стараемся наверстать это, будучи взрослыми, изучая soft skills. Но увлекаются этим не все. Психологи советуют родителям не только учиться детей защищаться, но и прояснять ситуацию. И касательно ситуации в жизни, и информации в сети. Культура потребления информации, она в семье должна присутствовать. То есть вот это важно. То, как родители, если родители приходят, что называется, и залипают в телефоны, смотрят. И дети абсолютно через подражание, они учатся делать точно так же. В общем, 1 июня стоит вспомнить, что защита детей – это уже не только физическая безопасность. Хотя стоит проверять, на какой аттракцион вы идете, или чем занимается ваш ребенок после школы. Современным родителям нужно говорить с ребенком и быть ему другом. И это может стать одной из лучших профилактик.